Доброе утро, коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Арум Капитал». И с нами сегодня аналитик компании Арум Капитал Юрий Марченко из Улан-Удэ. Юрий, приветствуем вас! Приветствую вас, коллеги! Надеюсь, настрой у вас сегодня боевой. Да, с настроем проблем нет. Отлично! Давайте тогда посмотрим, что нам может приготовить сегодня рынок. Ну и, может быть, даже драги нам в этом поспособствуют. Честно говоря, интересный день должен быть. Но, во всяком случае, я так ожидаю, что он должен быть интересным. Конечно, драги, конечно, европейская центральная валюта. Доллар-франк мы с вами еще посмотрим. Он у нас фактически застрял вообще просто каким-то неведомыми силами. Может быть, что-то это все дело растолкает. Внимательно буду следить сам за этими событиями. Но давайте попробуем нарисовать, какие сценарии для нас с вами более, ну, во всяком случае, для меня, да, более приоритетные. Первый из них – это, собственно говоря, европейская валюта. Вчера, напоминаю, говорили мы с вами о возможности купить данный инструмент, во всяком случае, прямо непосредственно 24 часа назад. Говорили о поддержке 1.16.75, 1.16.25, которая может сделать свое дело и оттолкнуть цену, так сказать, вверх. Да, и это единственное движение на евре, которое, в принципе, состоялось. Сразу непосредственно с открытия горманули вверх. Использовал я это движение по-разному. На основных счетах меня отстопило в безубыток. На таких более изощренных, назовем это так, поехали. Действительно, вверх неплохо. К слову говоря, и движуха была запланирована. Но имеется в виду, что мы говорили о том, что возможно такое движение, то есть возможно отбой, да. А если смотреть более детально, а именно в кластера по объемам, да, то мы с вами можем увидеть, что здесь действительно на весь спрос нашлось предложение. И даже при попытке, любой попытке продавить что-то вниз, у нас появился заинитирующийся заявки типа MarketBuy, которые, собственно говоря, и стали, ну, можно сказать, причиной всего этого движения вверх. Что ждем сегодня? Ну, как видите, у нас тут располосовалось все стороны. То есть можно констатировать этот факт, что мы пойдем либо вверх, либо вниз. И однозначно пойдем вправо. Очень интересное голосование у меня есть на одном ресурсе. Большинство голосует либо вправо, либо вверх, либо остаемся мы на одном и том же месте. Почему-то народ не воспринимает падение вниз. Наверное, потому что устали от этого боковика. Я же, честно говоря, жду окончательного фаталити, да, как и вчера. 1.17.90 все-таки пробой должен быть. Важное замечание, которое я для себя делаю и для вас, в том числе, пробой должен быть на Марио Драги. Не до Марио Драги, не через, там, не знаю, два часа после Марио Драги, да, то есть после начала пресс-конференции, а именно в момент. Если будет до, то надо подозревать, что здесь кого-то разводят на деньги и не очень хочется, чтобы это были вы, товарищи. Поэтому, тем не менее, в момент новостей, ожидая какого-то импульса 1.17.90, если получится запрыгнуть после этого в какие-то ланги, будем запрыгивать. Если нет, будем наблюдать, не откатит ли это вся штуковина обратно вниз. Если не откатит и закроется по итогам дня выше, чем 1.17.90, то уже данный инструмент мы можем рассматривать как ланговый, трендовый, и уже с завтрашнего дня будем смотреть какие-то тренды, потому что этот флет, этот боковик, который уже там больше месяца у нас тут болтается в одном и том же диапазоне цен, честно говоря, поднадоел. Ну и второй сценарий, самый печальный, который может реализоваться, это, собственно говоря, падение ниже, чем 1.16.25. Это та поддержка, которая, скажем так, центр, он же point of control, всего этого объема, наторгованного ранее. Если такое случится, то возвращаемся мы с вами к торговле в Афлете, к унылому боковику. Ну а вариант того, что мы останемся вовсе и никуда не пойдем на драги, я думаю, что это маловероятный сценарий, потому что что вверх 700 пунктов, что вниз 900 пунктов, все, в принципе, в пределах АТР валюты одного дня, поэтому за один день должны куда-то сходить, ну, либо хотя бы попытаться. Фунт-доллар, картина вроде бы ясная, но в то же самое время и сумрачная одновременно. Ясна она тем, что мы вроде бы идем с вами как бы по тренду, у нас есть инициатива вверх, инициатива вверх и так далее, и так далее. Обращаю ваше внимание на то, как именно вчера развивались эти тенденции вверх. В диапазоне цены 1.3155, 1.3130, я бы сказал, что, возможно, есть какая-то инициатива покупать, или, во всяком случае, она там была ровно в открытии американской сессии, и можем предположить, что открытый интерес здесь остался. Поэтому любое движение вниз буду распознавать как коррекцию в диапазоне цены 1.3155, 1.3130, либо чуть ниже 1.3115, 1.3070. Будем смотреть какие-то возможности для того, чтобы двинуться дальше вверх, хотя бы до отмечки 1.3235. Но тут есть но. Вот эта вот отмечка 1.3235 – это начало достаточно большого сопротивления, возможного сопротивления, которое было наторговано ранее. Напоминаю, до этого момента данный контракт, до сегодняшнего дня, да, данный контракт двигался вниз и наторговал достаточно большой объем ранее, поэтому здесь может оказаться открытый интерес продавца, и потихоньку, помаленьку, ни за день, ни за скачок, но, тем не менее, разворот здесь состояться может. Именно поэтому я бы ждал какой-то коррекции, потому что купить здесь, условно говоря, и доехать до сюда – это уже выгоднее, чем просто взять и попробовать забрать вот эти вот 46 пунктов, 460 тиков. Это очень мало на самом деле. Доллар, канадский доллар радует, радует шикарно, радует тем, что, в принципе, ну, не то чтобы я ждал, что там падение вниз состоится, конечно, говорили мы об этом еще достаточно давно, но не ждал, что именно так. И вот мы с вами завалились, пробили поддержку, о которой мы говорили вчера, и у нас с вами в момент пробоя есть две очень интересные зоны. Они наторгованы на фьючерсе. В принципе, мы с вами смотрим все через призму фьючерсов. Обращаю внимание, вот объемчик. И небольшой, но для меня очень показательный, вот этот вот диапазончик цен. И что более важно, ну, не то чтобы более важно, а тоже имеет свое значение, да, тот факт, что мы по итогу торговой сессии вчерашней закрылись в минимуме дня. Чаще всего, ну, не то чтобы чаще всего, бывает такое наблюдение, что особых коррекций не бывает, а движение вниз продолжается без всяких коррекций, а просто с началом активных сессий. Европейская сессия открылась, ну, вот что-то как-то активных действий пока не видно. Тем не менее, движение вверх для меняет движение в коррекцию, и начиная с отметочки 1.3065 имеет смысл присматриваться к цене, будет ли она реагировать, вернее, к этому объему, будет ли он давать реакцию и отталкивать цену вниз. То же самое можно делать, когда цена подойдет к 1.3095, здесь также можно присматриваться к возможности зашартить и двигаться, собственно говоря, тоже вверх, вниз, прошу прощения. И если мы только пройдем 1.30-1.35, то тогда следует забывать об этом движении и, возможно, ждать каких-то более серьезных откатов, но пока покупать не имеет смысла, все объемы все равно как ни крути наверху. Целью для снижения, могу предположить, может стать отмечкой 1.2965, потому что здесь у нас ранее был наторгован очень интересный объемчик, который в свое время давал достаточно крутую определенную реакцию, и мы это с вами видели и помним. Объема открытого интереса здесь, скорее всего, нету, об этом говорит рыночный сантимент рынка Форекс, да, по тем брокерам, которые позволяют посмотреть рыночный сантимент. Ну и, собственно говоря, на бирже CME с тех пор контракт сменился, поэтому открытого интереса точно здесь нету, но уровень может сделать свое дело, так сказать, заинтересовать неких участников рынка. Доллар японская иена, поздравляю всех тех, кто досидел три дня и забрал там какое-то падение, но вчера мы с вами отмечали профит от вот этого падения, сегодня мы практически приехали к отметочке 110.55. В общем-то все трендовое, но движение настолько медленное, что просто черепашими шагами мы двигаемся вниз. Я бы советовал присматриваться, как ни крутите, все равно в продаже, потому что основное движение у нас все-таки вниз, и если мы с вами будем смотреть объемы, вернее, как они распределялись, то мы с вами обнаружим, что максимум, ну, здесь не все взято, но, тем не менее, максимум все равно у нас пока наверху. Вот, и в то же самое время вот так вот наторговался за последние три дня данный инструмент. Со SMH-111.55 и с SML-116.65. Движение вниз для нас приоритетное, как минимум до тех пор, пока мы не оказались выше, чем 111.55. Можем ли мы оттолкнуться вверх и пробить все это дело? Безусловно, да, потому что здесь трактовация очень похожа на фунт-доллар. Если мы с вами посмотрим, как расторговывается весь контракт, мы обнаружим, что на всем контракте внизу находятся у нас на самом деле все объемы, и вот эта отмечка 110.55 – это начало, я даже сказал, point of control всего контракта, поэтому здесь может быть поддержка, здесь может быть реакция, ее стоит опасаться, на нее стоит обращать внимание. Может быть, по этой самой причине так неохотно инструмент заваливается вниз, потому что внизу вполне вероятно есть какое-то препятствие, назовем его так. Австралийский доллар-доллар – один из самых скучнейших инструментов, потому что, ну, торгуется во флете очень уверенно. Давайте попробуем посмотреть, когда мы с вами поймем, что флэт заканчивается. Для этого мы возьмем за последние два дня распределение объемов, как они расторговывали, чтобы выделить для себя некий диапазон цен, чтобы понять, что тенденция, ну, как минимум, ой, что отбой фактически состоялся. Ну, на самом деле все объемы вот здесь тут у нас находятся, да? Да. То есть, когда мы туда завалимся, будет понятно, что мы отбились от сопротивления. Но когда мы сюда завалимся, я думаю, и самый малоопытный трейдер поймет, что мы отбились от сопротивления. Давайте посмотрим менее детально, что у нас тут есть. Я бы обратил внимание на вот этот вот рост, который организовался еще в Америке, и даже не то, чтобы на этот рост, а то, как именно он расторговывался. Вот здесь вот у нас было накопление, которое давало, так сказать, последние импульсы, и мы его сейчас уверенно проходим, тем более на Европе. То есть можно говорить, в принципе, о том, что есть признаки того, что отбой от сопротивления 74.55-74.85 состоялся, и движение вниз полномерно, постепенно можно ждать. Может быть, драги там, конечно, что-то через доллар подвергает, ниточки, веревочки по данному инструменту, но все-таки я бы пока бы думал, что мы двигаемся внутри флета. Но торговать внутри флета либо нет, не знаю. Есть люди, которым нравится работа во флете, есть люди, которым нравится работа в тренде. Я отношу себя к последним. Поэтому до тех пор, пока мы не проявили инициативу вверх, то есть не пробили 0.74.85, я в сделку не залезу. Ну, а как идея, в принципе, почему нет, на отбой не поработать. Новозеландский доллар, доллар. Здесь картина немножечко похуже. Похуже в том плане, что у нас есть сопротивление, которое мы отмечали с вами вчера, 68.60 и 68.30. На этом сопротивлении был, в принципе, отскок. Мы даже с вами и прогнозировали в том числе. Но сейчас зашли в зону очень глубоко. Настолько глубоко, что пробой может стояться, как нечего делать. И если мы с вами посмотрим точно так же, как и смотрели на евре, ой, на австралийс, прошу прощения, да, то у нас есть такое накопление, которое так же, как и в Австралии, давало какие-то импульсы, но мы его, да, кстати, не прошли. То есть здесь сила покупателей как минимум пока налицо. К сожалению, очень сложно, и новозеландский доллар очень плохо работает по этим стратегиям. Все дело в ликвидности, да. Новозеландский доллар, фьючерс, там, новозеландский доллар, это один из самых низколиквидных инструментов по бирже CME, а также это один из самых низколиквидных инструментов на рынке Форекс, том, которым мы с вами знаем, да, по данным ряда брокеров. Поэтому эта стратегия может и давать сбои. Ну, и именно поэтому я, наверное, бы советовал так же, как и на австралийце, дожидаться каких-то трендовых моделей. То есть пробитие 68, 60 и заскакивание уже по факту того самого пробития и закрепления. Доллар, франк в ожидании Марио Драги, да, где-то я вычитал такое в интернете, что у Марио Драги есть инсайт, то есть если он, не знаю, шутка, не шутка, если он выходит на пресс-конференцию с папкой, то новости плохие, если он выходит на пресс-конференцию с дипломатом, то новости по евре будут хорошие. Конечно, скорее всего, шутка. Я думаю, что не все так очевидно в этом мире, но доллар, франк тоже чего-то ждет, и я не исключаю, что он ждет и Марио Драги в том числе. Напоминаю, наша идея была это пробой 0.99 и дальнейшее движение вниз, либо пробой 0.99.55 и дальнейшее движение вверх. Это идея за вчера. Она у нас никак не реализовалась. У нас есть поддержка, у нас есть сопротивление, у нас есть боковичок, и торговать в этом боковичке крайне сложно, потому что отсюда досюда это всего лишь 550 тиков. Вы там больше на стопах получите результат, чем на тейк-профитах, поэтому надо однозначно ждать инициативу. И здесь, откровенно говоря, движение вниз было бы комфортно, было бы приятно, потому что все основное сопротивление, которое есть в объемах, оно у нас находится здесь, наверху. Даже, я бы сказал, чуть-чуть пониже, вот здесь, в районе 99.75, уже могут начаться вопросы к дальнейшему движению. То есть двигаться вверх, это будет напряженно, это будет некомфортно с точки зрения объемов, потому что здесь везде может оставаться открытый интерес. А вот движение вниз в этом плане наоборот, получше, поинтереснее, потому что давно там инструмент не был. Да, у нас фактически, если смотреть объем контракта, то сейчас, да, как-то обновимся мы. Вот, и посмотрим, что ближайшее там, что есть у нас, да, то это вот начало, чего это начало, начало июля, ну, и дальше, вот, в принципе, что у нас на середине июня и прочее, прочее. То есть движение вниз, оно должно быть покомфортнее. Поэтому внимательно следим за драги. Напоминаю, что импульс и пробои по факту должны быть в момент пресс-конференции, либо оглашения каких-то там, ну, либо новостей, которые будут заложены в сопроводительное заявление. Процентную ставку, понятно, не поменяют, но в сопроводительное заявление что-то может быть, да. Ну, а, конечно, Марио Драги, наверное, все-таки возьмет основную роль на себя. В общем, до Марио Драги не должно быть ничего сверхудивительного. Ну, а в момент движения вниз для нас был бы более-менее комфортный. Цель 98.40, 98.80 преследуемся сами относительно давно, еще пока не достигли, но, тем не менее. Золото. Интересный инструмент. Интересен он тем, что здесь, наверное, стоит забыть о тенденции вниз, о которой мы с вами говорили, в принципе, на прошлой неделе. Мы пробили сопротивление, о котором говорили вчера, но не то, чтобы пробили, да, здесь отметочка 1235, она фактически не была взята, ну, мы ее коснулись маленечко, да, но можно сказать, что это пробой технически, то мы и не пойдем дальше вниз. То есть здесь открытого интереса продавца однозначно нету, но в то же самое время не стоит забывать, как расторговывался весь контракт. И мы обнаружим с вами, что неплохой объем, скажем так, ближайший, который может соизмеримо что-то там сделать, находится в диапазоне цен 1239-1248. Поэтому я допускаю, что данный инструмент прекратил свое падение, возможно, вот это вот шпильчик и все и закончилось. Видимо, с вами это все, конечно, постфактум, но движение вверх может сохраняться, и ближайшее место для поиска каких-то продаж, либо смены инициативы можно ждать в районе 1239-1248. Можно ли покупать? Ну, в теории да, но на практике очень сложно сказать, откуда это можно делать, то ли отсюда, то ли отсюда, то ли отсюда. То есть здесь очень сложно куда-то поставить стоп-лоссы. Вот, но тем не менее, если бы мы даже залезли бы в какие-то там ланги, то я сомневаюсь, что это было бы очень крутое, очень быстрое, очень резвое движение. Скорее всего, это было бы унылое поползновение вверх с любыми откатами вниз. Не знаю, как высижу такие движения. Нефть марки WTI двинулась вверх. И здесь у нас фактически по всему контракту, а контракт у нас новый, да, мы с вами обретаем тенденцию именно вверх. Об этом мы с вами говорили вчера. Вчера я вам обращал ваше внимание на вот это вот сопротивление, а также обращал ваше внимание на то, что на американской сессии позавчера была интересная активность, которая, ну, скажем так, выдавала силу покупателей. В действительности за вчерашний день мы подросли. Подросли достаточно неплохо для АТА летнего, скажем так. И что более важно, это то, что мы пробили это сопротивление. Здесь 67, 82, 68, 50. Мы выделим зону эту как поддержку. Здесь вполне возможно есть открытый интерес покупателя, ровно так же, как это было и вчера. И если мы с вами посмотрим и обратимся к кластерам, то мы с вами увидим примерно такую же картину. Вот что здесь было. То есть на любое падение вниз, на любое проявление шартов мы с вами увидели спрос, о чем говорится положительная дельта. Ну и, собственно говоря, проявление инициативы здесь тоже было. Что здесь можно и нужно сделать? Ну, фактически рассчитывать на какой-то отбой. Можно даже искать точку хода в ланге. Про продажи пока не говорим вовсе. Если окажемся ниже, чем 67, 82, тогда уже можно забывать о покупках. Но продавать будет еще рано, потому что у нас здесь поддержка есть, и здесь, и даже здесь есть поддержка. Обо всем мы можем удариться. Ну, а если мы сможем заскочить в движение, то, в принципе, можно сидеть и до 71. Это та наша цель, на которую стоит ориентироваться. Она такая достаточно большая для интродэя, но чем черт не шутит. Эта цель не просто так с потолка взята. Это у нас объем прошлого контракта. И вот здесь был наторгован диапазончик, который, собственно говоря, дал инициативу вниз. Поэтому 71 ровно, ну, возьмите, не 71 ровно, возьмите 70, 90. Потому что на круглых цифрах иногда не доползаем до круглых цифр. В этом плане биткоин, конечно, всех разочарал, который почти до 20 дорос. У кого стоял take for if на 20 просто разочаровать жизнь, я думаю, в свое время. Нефть марки Brent последняя на сегодня. Значит, ситуация крайне сложная в том плане, что очень сложно отделить объемы. Мы с вами растем вверх. Об этом говорили вчера, об этом можно говорить и сегодня. 75,82 – это зона сопротивления. Даже не зона сопротивления, а уровень, так сказать, сопротивления, самый верхний, который, скорее всего, мы пробьем. Потому что здесь при любой попытке вниз мы точно так же встречаем активность покупателей. И то же самое было вчера, позавчера и за позавчера. В общем-то, тут дело такое. 75,82 пробиваем, и уже дальнейшая работа вверх можно по большому счету смотреть. Ну, а кроме этого сказать нечего. Ну, здесь еще сложнее в том плане, что, смотрите, нам 75,82 надо пробить, после этого как-то откорректируется, после этого мы поймем, что можно откупать. Но наша цель ближайшая – это вот этот диапазон цен. То есть он очень близко – 75,90, 76,95. То есть если на нефти марки WTI здесь, скажем так, отсюда, досюда какое-то расстояние есть, то в Brent здесь совсем все по-другому. То есть здесь у нас расстояние крайне мало, и потенциал хода небольшой на самом деле. Поэтому если выбирать из двух нефти, что больше расторговывает, то я бы больше выбрал бы, конечно, WTI. Ну, в общем-то, вот так тут, на мой взгляд, сегодня выглядит рынок. В основном, я думаю, все события заложены именно как раз-таки под Марио Драги. Но, во всяком случае, это единственное, чего я жду, как вы помните, с понедельника. И, так сказать, держу пальцы крестиками, или как там доска, держу кулачки за это дело, чтобы появилась какая-то волатильность. Ну и, конечно, я всей душой болею за рост евро, потому что это было бы по тенденции, это было бы развитие тенденции. Да, и, честно говоря, по собственным позициям это было бы чуть более комфортнее. Все, коллеги, если есть вопросы, давайте. Хорошо, спасибо большое, Юрий. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ну, у меня вопрос. Непосредственно перед объявлением ставки в 14.45, что вы будете делать в 14.40? И будете ли делать что-либо? Открыть текущие позиции, открывать новые? Я буду... Ничего не буду делать я. Я посмотрю по факту, куда мы рванем. И то я посмотрю просто по позициям. Я не думаю, что в 14.45 прям совсем куда-то что-то мы рванем. Я думаю, дело будет в пресс-конференции. Не забываем, что это будет у меня вечер, и я буду уже глубоко, скажем так, дома. Поэтому уж рынок рынком, да, обед по расписанию, даже скорее ужин по расписанию. Поэтому я буду больше наблюдателем. Какие-то новые позиции я открывать не буду. У меня есть уже накопленные. Просто посмотрю изменения по ним. Вот и все. Ясненько, понял вас. Я так понимаю, что никаких изменений вы не ожидаете, так же, как и большинство участников. Ставку, скорее всего, не изменят. Ну, не изменят, да. Примерно то же самое. Не должно быть написано ничего нового в сопроводительном заявлении. Если что-то не будет, то это будет на пресс-конференции. Я так считаю. То есть Марио Драги в этом плане молодец. Он может расшевелить рынок, причем через недельку извиниться. И я думаю, что все будет на пресс-конференции. Вот в момент пресс-конференции я буду посматривать на рынок чаще, чем после оглашения процентной ставки. Ясненько. Нет, а представьте, если все абсолютно уверены, что ноль есть, ноль останется. А представьте, если толкнут в минус-то в ряд, наверное, что-то мне кажется. Да хоть в любую сторону. Хоть туда 0,25, хоть сюда 0,25. Вот это будет расшевать. Ну, тут такой момент. Повышать ставку нет смысла, потому что количество смягчения есть. То есть это как бы все равно, что, не знаю, газовать на машине вперед, а мужиками толкать ее назад. То есть в этом смысле никакого экономического не будет. И надо понимать, я в этом абсолютно убежден, и даже в книжках умных читал, что дикая волатильность на валюте никому не нужна. То есть валюта – это такая вещь, которая должна быть низковолатильной вообще в принципе. Именно поэтому биткоин никогда не станет какой-то там мировой валютой, потому что сегодня ты копейки считаешь, а завтра ты дико богат из-за этой валюты. Именно поэтому наша страна пострадала в декабре 2014 года из-за дикой волатильности рубля. И все это прекрасно понимают. Если в рынке заложены ожидания, какие-то ожидания, допустим, отсутствия изменения процентной ставки, то единственное, что может сделать центральный банк, он не будет ее, допустим, менять, чтобы сильно народ не шокировать, а вот как-то в течение следующего месяца или на пресс-конференции вербально говорить о том, что вот-вот будут изменения, то есть закладывать ожидания на дальнейшем. Я за этим очень сильно слежу, но я больше слежу, конечно, по процентным ставкам в США, потому что там понятно, что когда процентную ставку люди ждут изменения, то есть они ждут, получается, сентябрьское изменение. Практически все уверено на повышение в сентябре. Не повысить в сентябре, это значит очень сильно уронить доллар и наделить его дикой волатильностью, а потом, собственно говоря, и бороться с последствиями этой дикой волатильности. Ясненько, Юрий. Поняли вас. Спасибо вам за ваши обзоры и комментарии. Вам хорошего дня и удачи сегодня на рынке. Вам тоже всего хорошего. Большое спасибо за внимание. Встречаемся завтра. Обсуждаем, кто же, что же, где отщипнул или отколол. Да, отличный план. До завтра.